Всем привет! Меня зовут Роман Гаврилов и сегодня я расскажу вам про свойства Луны или Чандры. Это у нас будет короткое, емкое, 10 минут на видео, по крайней мере, я так надеюсь. Итак, Луна или Чандра это основная женская планета в Велической Астрологии. И ее первая карака это ум и чувства. То есть первое свойство Луны и, наверное, одно из самых главных это управление умом и чувствами. Я напомню, что ум это одна из оболочек нашего сознания, одна из функциональных частей нашего сознания, которая отвечает за генерацию желаний или наоборот отвращение. Что-то мы любим, что-то мы хотим, что-то нам не нравится, мы хотим подальше быть от этого. То есть Луна, она управляет функционалом наших желаний, выбором, что нравится, что не нравится. Ум напрямую связан, как и Луна, напрямую связан с чувствами. Потому что чувства являются неотъемлемой частью генерации желания. Если мы что-то не увидим, не почувствуем, не будем осязать, у нас просто-напросто нечего будет создаваться желанием. Поэтому чувства являются опорной платформой для создания тех или иных потребностей наших. И что входит в понятие ум и чувства? Первое, это, наверное, сила и яркость восприятия. Поскольку Луна – это женская планета, у женщин она природно сильна, у мужчин она природно слаба, женщины, как правило, ярче воспринимают мир, чем мужчины. То есть то, что для мужчины может показаться блеклым каким-то впечатлением в жизни, для женщины это может быть огромное какое-то прям яркое событие, которое меняет ход сегодняшнего дня или меняет ход мышления или жизни. Поэтому для женщин обязательно в жизни получать опыт материальный, обязательно важно получать новые эмоции, впечатления. Это часть женской природы, часть женского развития. Идем дальше. Оценка эмоций и ощущений. То есть это не просто яркое получение впечатлений, но также Луна позволяет оценивать, какого рода я эмоцию или какого рода я ощущения испытываю. Приятно мне, неприятно, уютно, неуютно. Какие тени, ощущения я получаю от того или иного человека, события, какое-то, может быть, дело, какой-то вещи материальной. Поэтому оценка эмоций и ощущений позволяет нам понять и сформулировать для себя какие-то паттерны в этом мире. То есть вот этот ход событий мне нравится, это я хочу, это не хочу. То есть без оценки эмоций и ощущений у нас не будет просто складываться правильное, ну вообще какое-либо миропонимание касательно каких-то желаний наших внешних. Следующее, это органы чувств, то есть Луна управляет органами чувств, то есть это возможность воспринимать все вокруг. Я думаю, вы замечали, что когда мужчина заходит там кто-то в магазин, ну условно там среднестатистический мужчина, ну потому что бывают мужчины действительно с сильной Луной, они воспримчивы. Допустим, среднестатистический мужчина заходит в магазин, он видит просто какую-то одежду, какие-то павильоны. Когда женщина заходит в магазин, она видит множество-множество отдельных каких-то вещей, ей кажется, хочется потрогать, примерить, понять, как же оно будет на мне сидеть, подходит или нет. И поэтому для женщины очень важно, чтобы органы чувств постоянно соприкасались с чем-то позитивным. Для женщины важно уютный хороший дом, пространство, уютная постель, уютная одежда, приятная. Для женщины важно приятно выглядеть, приятно, чтобы выглядели окружающие, питаться тем, что нравится, тем, что, там, той едой, которая приносит удовольствие чувствам. Для женщин очень важно разнообразие. Тогда как для мужчин разнообразие является, ну скажем так, для большинства мужчин это является второстепенной функцией жизни. Для мужчин главное это смысловая какая-то нагрузка, чтобы я что-то новое узнал, там новое что-то там увидел, да, но или сами ощущения, они являются вторичными. Это у нас органы чувств. Упорядочивание желаний или контейнерирование желаний, как это сейчас модно называть. То есть желания, они могут быть разбросаны в нашем сознании хаотичным каким-то абстрактным образом. То есть и то, и то хочется, непонятно, что я хочу сейчас, непонятно, что я хочу позже. Вот, какие-то желания могут уходить, какие-то новые приходить, поэтому очень важно упорядочить желания. Это то, что, допустим, для мужчин, как носителей по природе слабой луны, для мужчин это сложно. Поэтому мужчины предпочитают путь минимума желаний, да. Вот, чтобы там, вот в еде там для мужчин главное что-то питательно, да, чтобы еда она насытила, чтобы еда она была там плотной, да, какой-то хорошей, да. Для женщины же еда, эстетика важна, ну, важна подача, ну, важны тонкие вкусы и так далее. Ну, для большинства женщин. Я сейчас не говорю про всех, конечно же, все люди разные, все женщины, мужчины разные. Ну, для большинства мужчин и для женщин такие вот расклады. Поэтому, ну, мужчины, поскольку сложно могут упорядочить свои желания у себя в голове, женщины предпочитают желать меньше, либо желать чего-то очевидного, чего-то как бы правильного, да, ну, на взгляд мужчин, там, утилитарного. Тогда как женщины предпочитают разбираться со своими желаниями, вот, говорить о своих желаниях, пытаться их понять, пытаться разложить по полочкам, какие желания более важны, какие менее важны, какие неважны. То есть для женщины очень-очень важно, потому что вся жизнь вокруг этого кружится. Это мы разобрали свойства ум и чувства. Следующее важное свойство Луны – это эмпатия. Это возможность, это возможность простраивать перенос и воспринимать контрперенос. Что такое перенос и контрперенос? Когда мы общаемся с каким-то человеком, мы на время копируем сознание этого человека. Именно поэтому, когда мы сходили на фильм, на представление, либо к хорошему консультанту, психологу, там, астрологу, неважно кому, то есть мы выходим в припоре там настроений. Почему? Потому что, скорее всего, мы скопировали сознание этого консультанта, ну, или же этого, там, актеров, каких-то, может быть, творческих личностей. И эти творческие личности, консультанты и прочие люди, которые собой занимаются, у них, как правило, сознание, оно выше, чем наше. И поэтому, ну, более развитые эти люди, ну, как бы, занимаются собой. И поэтому мы чувствуем такое, знаете, такое яркое приподнятое чувство в жизни. Это называется перенос. Любой человек, любой эгрегор, любая ситуация, с которой мы контактируем своим сознанием, мы копируем наполнение этого человека, ситуации или же, ну, какого-то эгрегора. И мы какое-то время у себя внутри чувствуем не свои эмоции, а эмоции этого объекта, субъекта и так далее. Это называется перенос. И известная, довольно-таки известная функция психики в психологии. Этим управляет луна. Контрперенос. Это когда, наоборот, мы копируем сознание людей. Именно так мы определяем, с кем мы хотим общаться, с кем мы не хотим общаться. Мы общаемся с человеком, мы чувствуем определенные эмоции. Эти эмоции нам либо приятны, либо неприятны. Вот, если нам приятно внутреннее наполнение человека, то мы продолжаем общение. Если нам неприятно, мы отдаляемся. Эмпатия. Это главный рычаг или главный двигатель прогресса женщин, развития женщин. Потому что, ну, поскольку у женщин очень силен ум, да, и для женщин очень важно исполнение желаний, вот, какие-то внешние материальные события, вот, женщинам сложно развиваться в рамках абстрактного знания, сложно развиваться в среде чего-то логичного, понятного, и, ну, скажем так, в том, где мужчины себя чувствуют более комфортно. Поэтому для женщин очень важна эмпатия. То есть для любой женщины важно связать себя, как личность, да, вот, с каким-то более развитым человеком, чем, ну, она является. И когда я говорю более развитым, я не говорю в целом более развитым. Нет, я говорю более развитым в чем? В чем женщина хочет развиваться, да. Понятно, что все мы разные, в чем-то мы сильны, в чем-то мы слабы. Как мужчины, так и женщины, неважно. Но для женщины, вот, если мужчина в слабых своих сторонах может спокойно сам развиваться, женщина не может в меру своей природы этого делать в полной мере. Ну, как бы немножко может, но это быстро, как бы, меняется, ну, очень большая текучка эмоций, переживаний, состояний. И для женщины сложно зафиксироваться в каком-то логическом таком прогрессе в своей жизни. Поэтому для женщин лучший способ развития – это общение, ну, как правило, с мужчиной, который более развит. Вот, ну, либо же с женщиной, которая более развит, это неважно. То есть главное себя связать с людьми, от которых можно вдохновляться, черпать вот это вот, ну, с помощью переноса, это вдохновение и саморазвитие. И в таком случае все прекрасно и быстро происходит развитие женщины. И если женщина умеет хорошо пользоваться эмпатией, она может развиваться, ну, как бы сказать, даже быстрее, чем многие мужчины. То есть главное – это умение пользоваться эмпатией, умение пользоваться этим инструментом, что далеко, конечно же, не всем людям, как мужчинам, так и женщинам дано. Следующее – понимание людей. И благодаря вот эмпатии мы понимаем наполнение внутренних людей. Не всегда слова, какие-то действия человека, они могут объективно нам говорить, что находится в сознании этого человека, собеседника, партнера и так далее. И благодаря эмпатии мы более глубоко, более тонко понимаем природу человека. Психоанализ. Луна – это планета психоанализа. Психоанализ – это наука, которая позволяет анализировать эмпатический канал. То есть мы общаемся с человеком и анализируем, что мы чувствуем, что мы слышим, соединяем все в кучу, и у нас вырисовывается определенная картина личности человека, основанная на наших наблюдениях. Так вот, женщины являются природными психоаналитиками, и для женщины психоанализ не является чем-то таким абсолютно новым и прям каким-то сферой глубокого изучения. Это скорее для мужчин сфера, где можно изучать, развиваться и так далее. Для среднестатистической женщины психоаналитика – это достаточно простая форма применения своего сознания, своего мышления. Эмоциональный интеллект. Эмоциональный интеллект основывается на нашем восприятии своих желаний, следовании по пути своих желаний. И благодаря тому, что мы себя внимательно слушаем, мы можем, даже будучи, или не являясь гением, каким-то там супер начитанным или умным человеком, мы можем принимать важные решения. Или какие-то решения для нас очевидными являются, потому что мы чувствуем, что мы вот так хотим делать, идти по этому пути. Эмоциональный интеллект сейчас довольно-таки сильно развивается, как средство мышления. То есть много таких курсов, семинаров, люди изучают это. И эмоциональный интеллект – довольно-таки такая мощная форма мышления, но опять-таки это больше идет женщинам. Все-таки мужчинам, традиционному мужчине, такому классическому мужчине, намного проще пользоваться логикой, рациональностью и определенным инструментарием разума, чем следовать за своими желаниями, временами мужчины просто не понимают свои желания и интеллекты, и эмоциональный интеллект на данном уровне обламывается. Поэтому очень важный инструмент, это главный инструмент развития женщин. Поэтому это важно понять. Мужчинам тоже эмпатия нужна, но в меру, чтобы не запутаться в своих желаниях, чтобы четко понимать свой долг и свою природу. Следующее – мама. Это у нас материнская родовая модель. Прежде всего, мама для нас олицетворяет женские качества характера. То есть мы смотрим на маму, анализируем маму, наблюдаем за мамой, и мы смотрим, как ведет себя идеальная. Или женщина, скажем, как идеальная. Это базовые женские качества, которые мы впитываем с детства. Естественно, у всех разные мамы, естественно, у всех разное положение Луны, по силе, качеству в гороскопе. Поэтому мы отслеживаем по Луне, какой стандарт женского поведения, женских качеств у человека. Естественно, для мужчин и для женщин стандарт женского поведения используется в разных моментах. Например, для девочек поведение мамы и мамины качества личности, они являются опорными для поведенческой модели. То есть понятно, что девочка – это не мама, девочка – это отдельная личность. Но для того, чтобы быть уверенной в себе, любой девочке нужно опереться на какой-то шаблон поведенческий. И любая девочка – это первичная опора, этой первичной опорой является поведение мамы. Поэтому, естественно, важно для любой девочки понять свою маму, понять, почему она так себя ведет, зачем она так себя ведет. То есть понять причины для того, чтобы дальше иметь более конкретные рычаги для личностных перемен, для личностного роста. Естественно, какая бы ни была мама, она все равно закладывает какой-то шаблон, некоторые качества мы поляризируем и оборачиваем их, отзеркаливаем и ведем себя абсолютно противоположным. Но важно все равно понимать маму и понимать ее модель поведения для девочек. Для мальчиков, естественно, женское поведение, его никуда в жизни не приложишь, поэтому для мальчиков поведение мамы и личность мамы является шаблоном или фундаментом для выбора спутницы жизни. Любой мальчик впитывает материнское поведение и на основе этого будет выбирать себе жену. Естественно, не такую, как мама на 100%, но процентов на 60-80% точно где-то будут сходства, если присмотреться. Поэтому для мальчиков тоже важно понимать маму, общаться с мамой и знать ее ключевые качества характера. Для того, чтобы понимать, что конкретно мне, какому-то мальчику, интересно в женщинах. И последнее, что я хотел бы сказать, это то, что Луна природно сильна у женщин и природно слабая у мужчин. То есть, если мы берем среднюю статистику по палате, так сказать, в кавычках, то есть у среднестатистической женщины Луна будет на порядок сильнее, чем у среднестатистического мужчины. И поэтому мужчины, они плохо в себе разбираются. Мужчины грубы, могут быть неотесаны. Мужчины могут что подряд есть, все подряд есть, одеваться в что попало, вообще не разбираться в своих желаниях, покупать трендовые какие-то вещи, абсолютно не зная, что мне конкретно нужно. И многое-многое-многое другое. Мы знаем, в принципе, мы мужчины, мы знаем свои слабые стороны. И женщины эти стороны перекрывают. Кроме того, женщины благодаря своему психоанализу могут в нужные моменты мужчине дать правильные решения, правильные слова, правильные советы. То есть, женщина с хорошей Луной в гороскопе является, прям знаете, очень хорошим зеркалом для мужчины. То есть, мужчина в трудной ситуации, общаясь с женщиной, легко понимает, куда ему идти и что делать. Это и есть проявление сильной Луны. Те женщины, у которых сильная Луна, достаточно высокая конкуренция за таких женщин. Потому что, естественно, каждый мужчина хочет иметь такое хорошее, такое качественное зеркало, в которое можно посмотреть и за короткое время понять, куда двигаться дальше. Поэтому, вот так все обстоит по Луне. Я надеюсь, что этот ролик был вам полезен, приятен. Если у вас какие-то остались вопросы, если вы еще что-то хотите уточнить, пожалуйста, пишите в комментариях, с радостью отвечу. С вами был Роман Гаврилов и увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok